Институт выборов считается базовым в любом демократическом государстве. При этом формы и виды избирательной системы разнятся. В Российской Федерации Конституции государства предусмотрено всеобщее избирательное право, основанное на семи принципах. Любой вменяемый совершеннолетний гражданин России имеет право избираться и быть избранным. Своего часа Икс дождалась Игрейня нашего следующего сюжета. Элине Манге 20 лет. Она учится в Тувинском государственном университете на юридическом факультете. Еще с детства мама брала ее с собой на выборы. Но сегодня Элина идет уже без сопровождения. Это первые выборы, когда она сама стала избирателем, а не наблюдателем. Шаг этот очень ответственный и волнительный. Все по пунктам. Взять бюллетень, отдать голос, сбросить бюллетень в урну для голосования. Это первые выборы в моей жизни. Немного волнительные. Я очень рада, что могу голосовать. Это взрослый шаг. Иметь влияние на выборы президента России. И официально высказать свое личное мнение как гражданин Российской Федерации. Каждый избиратель, пришедший на свой участок, испытывает разнообразный спектр эмоций. Для кого-то это ответственный шаг, для кого-то привычный выбор, который необходимо сделать и отправиться по своим делам. Но объединяет избирателей. Одна цель – выбрать свое будущее. Я хочу реализовать свое избирательное право, которое прописано в Конституции. Каждый россиянин должен для себя решить, кому отдать свой голос, так как выборы проходят раз в шесть лет. И пренебрегать таким шансом нельзя. Ходить на выборы всей семьей стала традицией не только для старшего поколения. Молодые люди приходят со своими маленькими детьми для того, чтобы в будущем они также рассказали своим детям и внукам о том, как важно сделать этот шаг. Среди избирателей съемочная группа встретила и тех, кто более чем за 90 лет своей жизни ни разу не пропустил выборы. У меня 92 года. И представьте себе, сколько есть голосования, столько и делаем. Каждый раз приходите? Каждый божий раз. Все время голосуем. Три-четыре раза. А вы? Тоже, наверное. Вы семья? Да. Всегда приходите вместе? Да. Пойдешь ты голосовать, как папа, когда вырастешь? Да. Все выборы заканчиваются в 20.00 по местному времени. После завершения дня голосования избирательная комиссия под присмотром независимых наблюдателей начинает подсчет бюллетеней. Это длительная и кропотливая процедура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на мой канал.